В Мариел продолжается масштабная республиканская акция «Платить за свет легко». Напомню, акция стартовала еще в конце прошлого года. Все это время энергетики приезжали с мобильными офисами в населенные пункты, отдаленные от районных центров. Уже на местах сотрудники «Мариэнергосбыт» работают с разными потребителями. Добросовестных консультируют, должникам вручают уведомления. Кстати, за все время проведения акции около 60 потребителей погасили свои долги на общую сумму более миллиона рублей. Сотрудники «Мариэнергосбыт» уже привыкли. Гости нежданные, они не только для собак, но и их хозяев, должников за электроэнергию. В поселке Красный Стекловар, это в Маркинском районе, таких набралось больше 20. Общий долг около 350 тысяч рублей. Из них почти 230 тысяч задолжало население. Задолженность у вас на самом деле превысила установленные законодательственные сроки. Вам вынуждено вручить уведомления. В черный список энергетиков попадают те, кто не платит за электроэнергию, как минимум, теперь не три, а два месяца. Этого достаточно для того, чтобы в случае неоплаты ввести режим временного ограничения потребления электроэнергии. Если вы погасите задолженность до поистечения сроков указанных уведомлений, то, естественно, ограничение режима потребления электроэнергии у вас не состоится. Не обходят стороной энергетики и юридические лица. В числе должников и один из главных работодателей в поселке – Кужерское лесничество. С нынешнего лета задолженность за электроэнергию здесь более 7 тысяч рублей. Для руководителя передадите, объясните, что нужно погасить задолженность в ближайшее время. Погасит, значит, все хорошо, никаких проблем не будет. Всего на территории Красно-Секловарского сельского поселения сегодня проживают более 1200 человек. В поселок за 100 километров от Ешкаралы мобильный офис «Мария Наргазбет» приезжает во второй раз. Местные жители уже знают. Здесь можно не только погасить задолженность, оплатить счет за электроэнергию, но и получить консультации специалистов о состоянии счета, начислении платежей, тарифам, узнать юридические нюансы. Удобно, да. Тут и очереди нет. А там на почте у нас очередь. То у них компьютер сломается, то не идет там что-то у них. В общем, по-разному бывает. Еще один способ оплаты – заглянуть в отделение Сбербанка или вовсе ехать в райцентр, в Марки. Потому, когда мобильный офис «Мария Наргазбет» приезжает в поселок, многие жители даже на время откладывают дела в огороде или поход за грибами. У нас все-таки сельская местность. У нас в основном пенсионеры. Им добираться до района, чтобы оплачивать. Потому что не всегда у нас почта работает, не всегда у нас Бербанк только два раза в неделю работает. Поэтому немножко трудоматый. И то, что они могут оплатить услуги электроэнергии именно здесь, на месте, это их очень даже устраивает. В Маркинском районе мы посетили поселки Красный Стекловар и Октябрьский. На самом деле, думаю, что ни один населенный пункт, где есть хотя бы 50 дворов, не останется без внимания мобильного офиса «Мария Наргазбет». То есть наша задача – объехать всю республику. Думаю, что до конца года, даже в начале следующего, мы закончим первый круг и поедем по второму, чтобы люди нас не забывали. Кстати, в ходе республиканской акции «Платить за свет легко» энергетики еще и помогают подключить потребителей к интернет-сервису «Личный кабинет». В первую очередь для того, чтобы жители республики могли осуществлять передачу показаний индивидуальных приборов учета и оплачивать услуги за электроэнергию непосредственно из дома в режиме онлайн на сайте «Мария Наргазбет». «Золотая осень» на «Пульс радио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова